Друзья, всем привет! Это новый выпуск на канале Travel Forever. Меня зовут Вячеслав, и мы в Шарм-эль-Шейхе. Салам алейкум, друзья мои! Этот выпуск является третьим из серии путешествий по Египту. Выпуск посвящен курорту Шарм-эль-Шейх. В этом выпуске я заселюсь в 4-х звездочный отель все включенного, Альбатрос Акваблю, с самым лучшим аквапарком в Египте. Помимо обзора отеля, еды, ресторанов и водных городов, я вам покажу один из самых лучших коралловых рифов в Египте, как до него добраться. А в следующих выпусках мы отправимся по различным экскурсиям в Египте. Посмотрим заповедник Крас Мухаммед, Цветной каньон, Посноркнем в Дахабе, Встретим рассвет на горе Моисея и еще много-много всего интересного. По традиции моего канала я делюсь полезными советами перед пещением, историческими справками, рассказываю о ценах и как сэкономить путешествие. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк, пишите комментарии с словом Египет или Шарм-эль-Шейх, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, выбрав все уведомления. Так как при наборе 3000 лайков или комментариев, выходит следующее видео про Египет. Не забывайте про остальные выпуски из других стран и городов на моем канале Travel Forever. Перед самим выпуском я бы хотел поговорить о ценах на рейсы в Египет. Есть три варианта, как добраться до курортов Египта. Во-первых, 9 августа открыли прямое сообщение с курортами Египта, которое я ожидал еще в мае. Посмотрев цены на прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх, я ужаснулся. Стоимость перелета стартует от 24 тысяч рублей на человека в одну сторону. Вы представляете? Космическая сумма, если учесться в Турцию, сейчас можно долететь за 4000 рублей. Видимо, пока не добавят новых рейсов, цены не упадут. Второй вариант – это взять билет на прямой рейс из Москвы до Каира за 13 тысяч рублей и оттуда добраться на автобусе Гоубас до нужного вам города примерно за 1000 рублей. Именно так я и поступил. Позитив Каир, Александрию, курорт для местных мер Саматрух и Шарм-эль-Шейх. Единственный минус – это длинная дорога, порядка 3-5 часов между городами. Но это не проблема, если у вас есть приложение Storytel. Это один из самых крупных мировых сервисов аудиокниг по подписке. Здесь собрано более 25 тысяч аудиокниг различных жанров. Честно говоря, я никогда не любил читать книги, но когда попробовал Storytel, все изменилось. Когда едешь в автобусе или летишь в самолете, очень удобно ослаждаться видом за окном, слушать понравившуюся книгу и размышлять. По ссылке в описании вам доступно 30 дней бесплатного доступа любым книгам. Сейчас я подсел на книгу, которая называется «Парадокс шимпанзе». В ней рассказывается, как обмануть свой мозг и стать наиболее продуктивным. В общем, советы реально помогают. После я хочу прослушать серию книг Шантаран. В общем, ссылочку я оставил в описании под роликом. Количество мест ограничено, поэтому успевайте и развивайтесь. Ну а последний, самый дешевый вариант, как добраться из Москвы до Крортов Египта, это с пересадкой через Стамбул. Билет у турецкого лоукостера от Бегаса обойдется примерно в 10-12 тысяч рублей за человека. Цена практически в два раза ниже, чем у прямых рейсов. Плюс есть возможность посмотреть один из самых любимых мной городов – Стамбул. Кстати, только у меня на канале есть самая полезная и интересная серия выпусков про Стамбул. Но помните, если по пути в Египет вы собираетесь уходить в Стамбуле, то не забудьте правильно подсчитать время для сдачи ПЦР-теста, так как он действует всего лишь с ним в 2 часа. Всем доброе утро! Я нахожусь в Шарм-эль-Шейхе и сейчас иду заселяться в новый отель. Вчера ночью я приехал, переночевал там недалеко. И следующий отель у меня будет называться «Альбатрос Акваблю». Все, доехал до отеля. «Альбатрос Акваблю». Тут у них что-то около пяти отелей, насколько я узнал. Вот, дали такую анкету, сейчас нужно будет заполнить. С одной стороны. А вот, кстати, на русском даже есть. В общем, не успех заполнить ко мне подходит. Давай, давай, говорит, друг, быстрее заполняй, пойдем сейчас. В общем, кому интересно по поводу бесплатного населения в отель, услуга Dayus, то есть, населиться на один день, там, попробовать что-нибудь. Вот такая тут услуга есть «Альбатрос Акваблю». Стоит она, получается, 39 баксов. Но она действует, если вы, например, живете в другом отеле, и сюда приходите, и можно за 39 долларов, как бы, попробовать тут. Но заселяться, так понимаю, в номер не будут. Только, как бы, пользование аквапарками, горками и, вроде, едой. И то, там, какие-то soft drinks, говорят, типа, не входит. Вот, поэтому как-то так. Вот такая информация. В общем, жду своего номера. Сейчас его подготавливать, я так понимаю. Либо специально тянут время до двух часов, чтобы... Так у них, ну, по правилам населения в двух часов, а выселение до 12. Если позже 12, то, как бы, ты плачешь 25 баксов в студенте. Вот, ну, в принципе, как-то правильно сделан, потому что все будут ценить резину, как бы, а тут более, наверное, тысячи гостей разных. И, как бы, и номер не успеет убрать, например, отец еще у гостей. Альбатрос Акваблю является одним из самых популярных отелей в Египте. Сеть отелей присутствует и в других городах, например, в Фургаде. Конкретно мой отель расположен на юге Шарм-эль-Шейха, в районе Хадаба. По-моему, это наилучшее расположение, так как здесь находится один из самых лучших коралловых рифов, о которых я расскажу и покажу в середине выпуска. Дойти до моря или рифа можно всего за 10-15 минут. У отеля есть, конечно, и свой собственный пляж, на который можно добраться бесплатно на маршрутке от отеля, но кораллов вы там не найдете. Про 30 различных борок и более 4 различных ресторанов на территории отеля я покажу чуть позже в этом выпуске. Помимо этого, рядом расположен старый город, где можно погулять и сходить в ресторан, купить сувениры и полюбоваться мечетью Аль-Сахаба. Обзор этого места я сделал в следующем выпуске, а сейчас перейдем к обзору номера и иди в ресторане. Вот номер у меня 11-18 и вот нахожусь я в этом здании. В общем, у них две зоны, через дорогу еще одна зона есть. И давайте сделаем мини-обзорчик нашим. В общем, здесь у нас ванна, душевая закрытая, классно. А проживание в данном номере я забронировал у Сергея. Он живет в Египте уже много лет и занимается подбором отелей под ваши впечатления, вкусы, а также подбором экскурсий занимается. В общем, ссылочку на Сергея я оставлю. Пишите ему, подберет любой отель, либо экскурсии. Вот. И также немаловажный факт, что я хотел злиться данный отель на booking.com и цена там была за две ночи, получается, около 22 тысяч рублей. В общем, это совсем не по моему карману. После этого я написал Сергею и ценник буквально-таки упал до два раза, наверное. В общем, и данный отель обошелся примерно мне в 9 тысяч за две ночи. Вот. Но здесь все включено, есть аквапарки. Ценок даже два в этот раз и где-то за дорогу еще один. В общем, ссылочку на турагента Сергея я оставил. У него свой инстаграм и сайт. Поэтому по подбору туров и экскурсий по всему Египту пишите ему. Все. Ссылочка в описании. Если какие-то вопросы есть, то задавайте мне в комментариях. Либо в личку. А мы идем кушать и в аквапарке. Ну что, ребят, я в ресторане. Получается, тут у нас салаты разные. Тут у нас мясо, рис, бобовые. Это что, видите, реплова, наверное. Это кремовые соусы, картошка. Это у нас вроде курица. А вот фишкелет, кабачки. Тут макароны, паста. У нас что-то готовят, не знаю, что разогревают. У нас различные пиццы делают. Картошка фри уже была. Мясо. В общем, сейчас почти уже без 10 до 2. Надо быстренько заказывать. Так как закроется. Сладкое. И фрукты. В общем, набрал такую корзину. Не знаю, должен съесть. Сегодня не завтракал еще. Думаю, будет и завтрак, и обед. И вот чаю взял такие вот сироженые. В общем, я даже не знал, что тут вот даже видны горы. Это, наверное, и есть вот эти горы Моисея, куда все отправляются на экскурсию. В общем, там детский аквапарк. И вот здесь такой более крупный аквапарк. А вообще пришел на горки, покататься и закрыть. Ты забыли, ты бредащ. Я вообще не понимаю. А их открывают, что ли, по времени, то там, то тут, что ли? Ну что, идем гадаться на горках? Ну что, с этой поедем? Ну что, поехали дальше? Ну что, тут такая горка. Честно говоря, я не особо сам. Нормально. Первый раз, короче, все горки, как-то немножко страхово. Ну что, идем на... Толчок. Толчок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 сейчас идем туда и один из самых лучших знаю в общем все пришел на пляж арана бич хоть называется он не рядом какой-то вот и вот так это все выглядит здесь от кафешки сказали за такого чисто ступенек там хотя какой-то отель это не знаю не вроде сразу идут тоже не знаю ничего не спрашивают вот и купаются там люди но мне вот надо я так понял он туда и вот снорклинг он туда у меня сделать видите коралл заканчиваются вот самая фишка там и так понял а ну отсюда видно это кафе вечернее время родился подсвечивается красиво выглядит и вот такая вот не знаю что это береговая линия вряд ли это бух . и вот не интересует этот понтон и там вот уже посмотрите но можно конечно так вот напрямик проплеть но там вроде как пузо будут шоркать ведет камни-кораллы и плюс тут еще ежей вроде много сейчас посмотрим я уже блин не терплюсь я не знаю почему почему у них такой тупой распорядок огня вот они знаю я может я хочу в 6 часов прийти посмотреть чего бы это так вот получается всем приключение продолжается пытался пройти сюда чувак вот за выгнал охранник гирта плата плата типа там было четыре доллара сейчас уже 7 и дальше короче обнаружил крабика чем не знаю так прошел в общем вроде ничего не платил хотя там началька очень был ценник у охраны 3 бакса потом стал 4 какой-то чувак пришел с ключами за барный стой который стоит потом сказали вообще едите на ресепшн короче 7 баксов ценник растет я спустился на охранник побежал все я вернулся потом пошли с русскими ребятами уже так по низу чисто на пляж сторону бара и вроде как стопнули их не знаю я просто прошел типа и все вот у меня это у меня пляж вообще как бы не нужен зачем мне пляж я вообще прихожу как бы покупаться на час-два и потом как бы обратно смысл платить там не знаю за час там причем не лежат ничего не нужен как бы там вроде входит стоимость лежак там зонтик пырым-пырым мне чистоватый скупнулся поплавал и за и все и и и и и и Продолжение следует... 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 ну все стемнело, солнце полностью закатилось и вот такие здесь шикарные виды вечера в общем сегодня я решил попробовать новый ресторанчик вроде это азиатский сколько я понимаю и сейчас ждем посмотрим что тут есть он как обычно фрукты все такие финики здоровой стиль сладости у нас салатики готовится такое вкусное слишком мясо это такое говядина и грибы вкус мяса и тут такие примерно соусы ну все как то так вот сегодня ну в принципе примерно одно и то же мне кажется чтобы все так жили прекрасно много все набрали, это к чаю и небольшие закусочки некоторые я так понял даже сидят в отелях и вообще никуда не ездят ни на море никуда чисто не знаю такие пакетники ну не знаю так вообще мне кажется не интересно я вот сейчас поел как бы посмотрел типа особо нечем заниматься ну там кто-то поет сейчас посмотрим мы вместе в одном и по трубам скользили на глаза ловите шепота любви не касаясь мы не касаясь на этом путешествие по Египту не заканчивается а в следующих выпусках вы увидите много различных экскурсий таких как заповедник Рас Мухаммед, Цветной Каньон, Дахаб, гора Моисея и другие а также Каир, Александрия и Мер Саматрух поэтому прямо сейчас ставьте лайк пишите комментарии за словом Египет и сбрасывайте ролик своим друзьям и знакомым так как при наборе 3000 лайков или комментариев выходит следующее видео про Египет а 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